В ДНР снижена ставка акцизного налога на бензин и дизельное топливо. В три раза. В минувшую пятницу 79 депутатов Народного совета проголосовали за внесение изменений в закон ДНР о налоговой системе. Автор инициативы – временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин. Пошлины на ввоз нефтепродуктов в ДНР упадут со 150 до 50 долларов за тонну. Это позволит уже с 1 ноября заметно снизить в республике цены на бензин и дизельное топливо. Предполагается, что стоимость горючего на местных заправках будет сопоставима с ценниками на АЗС соседнего региона России – Ростовской области. Снижение ставки акцизного налога на ГСМ, как отметил в Рио главы ДНР, станет существенным толчком для роста экономики государства, даст новый стимул для развития предприятиям промышленной и сельскохозяйственной отраслей. Кроме того, как следствие, ожидается снижение цен на продукты питания. «Сейчас у нас появилась уникальная возможность, наверное, где-то в какой-то степени сломать стереотипы, когда топливо будет понижаться. Мы пытались вспомнить, было ли такое раньше вообще, когда топливо понижалось в цене, потому что мы всегда, там, нефть растет, бензин дорожает. Нефть падает, бензин все равно дорожает. С этим мы сталкивались всегда, сколько себя помню, при Украине, как это происходило. Сейчас же мы нашли способ, и вчера парламент принял соответствующий закон о снижении акциза, чтобы изменить ситуацию на стеллах, на самих заправках. И нам, конечно же, понятно, что это отразится на ценах на полках магазинов». Вопрос снижения цен на топливо на заправках республики находится сегодня под особым контролем правительства. И еще об одной новости, что называется «из первых уст». На этот раз речь пойдет о кадровых назначениях в правительстве. На днях в Рио главы ДНР подписал указ о назначении премьер-министром республики одного из ключевых представителей своей команды – Александра Ананченко, исполнявшего в последнее время обязанности заместителя председателя Совета министров ДНР. Денис Пушилин прокомментировал новое назначение. В свою очередь появляется возможность ставить уже задачи в виде поручений конкретно министерствам и ведомствам на решение, проработку последующего решения того или иного вопроса. Поэтому так мы будем двигаться дальше. И уверен, при таком тандеме, работая командой, новый премьер-министр – это действительно член команды и достаточно опытный в плане экономики, в плане промышленности, что для нас сейчас важно. На этих аспектах мы делаем, наверное, приоритет. Поэтому уверены, что двигаемся в правильное направление. Теперь это должны увидеть люди. Это должны видеть люди регулярно. С начала текущего года во всех населенных пунктах республики, согласно распоряжению первого главы ДНР Александра Захарченко, реализуются мероприятия по обеспечению круглосуточного водоснабжения. Перейти от почасовой подачи воды на график 24 часа 7 дней в неделю готовы и в Зугрессе. После замены значительной части магистрального трубопровода в поселке Зугресс-2, а также в остальных районах города энергетиков, все-таки смогли перейти на круглосуточную подачу воды, констатирует исполняющий обязанности главы администрации Зугресса Николай Паяус. Ранее у нас вода подавалась на Зугресс-2 в круглосуточном режиме. С началом отопительного сезона, 15 октября, мы закончили регламентные работы по нижней части города и приступили к выполнению указа 40-го главы республики от 15 февраля о том, что в городах и поселках вода должна подаваться в круглосуточном режиме. В основном работы были проведены там, где у нас были проблемы на распредузле, все это дело завершили и в данный момент с 15 октября вода подается круглосуточно. Единственное, что в течение недели-двух сейчас идет регулировка по часовой подаче воды, то есть нужно отрегулировать, в каком объеме она должна поступать, чтобы не рвалась сеть. С начала отопительного сезона в городе энергетиков возобновлена и подача горячей воды. Горячая вода уже есть. В данный момент верхняя часть города Зугресс-2 по объему, вернее температурный режим подается в полном объеме, так как станция не может выдавать меньшую температуру. Зуевская ТЭС по нижней части пока работает восьмой котел, он держит температуру согласно температурного графика на улице, поэтому сказать, что это горячая вода, она еще не горячая, но она уже теплая. Батареи в квартирах жителей Зугресса станут теплее, по словам Николая Паяуса, после перехода котельной на основное оборудование, которое ориентировочно намечено на 1 ноября. Музей истории Харциска готовит новую выставку. На этот раз ее с авторами выступят харцизяне-коллекционеры, согласившиеся рассказать о своем увлечении и поделившиеся с музеем на время выставки своими экспонатами. Собранием коллекций марок и монет, значков и фарфоровых кукол, виниловых пластинок и солдатиков. Владельцы относительно скромных коллекций игрушек, сувениров, значков, вовсе не претендующие на всеобщее признание, все же смогут получить определенную известность в Харциске. Сотрудники музея сегодня принимают от горожан и уже готовы, что называется, разложить по полочкам многочисленные объекты коллекционирования. Дети приносили свои игрушки, игрушечные машинки, самолютики, солдатиков, киндер-сурпризы. Откликнулись многие коллекционеры на этот призыв наш. Пришли в музей, принесли коллекции, приносили и дети, приносили и взрослые свои коллекции. Первым откликнулась девочка из 24-й школы, ученица, принесла свои значки. Судя по значкам, значительная часть коллекции составлена в прошлом веке. Без труда можно узнать, и по какой цене была куплена очередная, теперь уже коллекционная вещица. На обратной стороне значка отчеканено 15, 20 или 30 копеек. Детское увлечение сбором фантиков, то есть конфетных оберток, для большинства закончилось вместе с детства. И такие бесценные, как тогда казалось, коллекции со временем утратили свою значимость и просто потерялись. Не каждый мог сохранить их, и не каждый человек мог донести их до настоящего времени. А вот те люди, которые их сохранили, они принесли к нам музей своей коллекции, и благодаря вот таким людям мы можем сегодня создать эту выставку и показать людям мир разнообразных коллекций и увлечений. Свою коллекцию фарфоровых кукол временно передает музею для выставки Наталья Самохина. Так что на одном из столов в зале музея поселятся куклы в народных костюмах и дамы эпохи. Она бы очень хотела, чтобы у нее была внучка. Мечта у нее была внучка, то есть она собирала куклы именно для нее. Но на сегодняшний день у нее только внук. Мечта у нее не осуществилась, но кукол у нее собралось очень много. Открыть новую выставку сотрудники музея планируют уже 2 ноября. Хотя свободного места, где можно было бы разместить интересные объекты частных коллекций, в Харцизском музее еще немало. Например, пока попросту нечем заполнить стены выставочного зала, сетует Светлана Марткович, рассчитывая, впрочем, на отклик харцизян, коллекционирующих, скажем, художественные миниатюры, холодное оружие или настенные часы. 25 октября, то есть послезавтра, в ДНР отмечается важная государственная дата – День флага. В канун праздника на одном из самых узнаваемых символов Зугресса – градирни Зуевской теплоэлектростанции – была завершена необычная художественная работа. Работы по приданию нового вида промышленному объекту начались еще 9 сентября и велись, конечно же, с привлечением профессиональных промышленных альпинистов. Результат полуторамесячной работы художников-высотников теперь виден из разных районов Зугресса и даже из ближайших окрестностей города. Как отметили в прислужбе Министерства угля и энергетики ДНР, это самый большой нарисованный флаг республики. Его площадь составляет 2000 квадратных метров. В Харцинский день государственного флага ДНР отметят послезавтра на митинге перед Городским дворцом культуры. Начало мероприятия в 14.00. Это была последняя информация сегодняшнего выпуска. Всего вам доброго и до встречи на канале ТВ-Сфера. 24 октября 1493 года родился Филипп Ауриол Теофаст Бамбас фон Гокенгейн. Родители, оба врачи, дали мальчику прекрасное домашнее образование, которое он с успехом развил, после чего нарек себя парацельсом, то есть превзошедшим знаменитого античного врача Ацельса. К этому были веские основания. Парацельс принимал участие в многочисленных путешествиях, посещал различные университеты Европы, участвовал в качестве медика в военных компаниях. Ходили слухи, что он побывал в Северной Африке, Палестине, Константинополе, России и даже в татарском плену. Уверяли также, что он стал обладателем философского камня, а также универсального лекарства – панацеи. Оставивший после себя многочисленные научные работы в области философии, алхимии, естествознания и медицины, Парацельс говорил, тому, кто изучил ветры, молнию и погоду, известно происхождение болезней. Не обладая столь глубокими медицинскими познаниями, мы рискнем предположить, что погода 24 октября может способствовать заболеваниям. Наш регион оказывается во власти циклона, несущего холодный арктический воздух. На севере в Краматорске температура воздуха 11 градусов, в Мариуполе снежном 15. В Харцельске днем переменная облачность временами осадки. Температура воздуха 14 градусов, ветер юго-западный 8-11 в порывах до 16 метров в секунду. Ночью температура воздуха 7 градусов, юго-западный ветер 5-8 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова